Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Галины Булгакова. Смотрите выпуски. Первое заседание экспертного клуба Югры состоялось в Сургуте. Югра вошла в лидеры российских субъектов по развитию социального предпринимательства. И в Ханты-Мансийске отметили победителей конкурса «Черное золото Югры». В Югре проходит досрочное голосование. Раньше остальных свой выбор могут сделать те избиратели, транспортное сообщение с местами проживания, которых отсутствует или затруднено. Чтобы обеспечить всем равные избирательные права, члены участковых избиркомов в Белоярском, Березовском, Кандинском, Нижневартовском, Нефтьюганском и Сургутском районах используют авиационный и водный транспорт, вездеходную технику. Ожидается, что правом голоса смогут воспользоваться порядка двух с половиной тысяч югорчан из категории коренных и малочисленных народов. Пристоит членам участковых избирательных комиссий посетить 41 деревню, 82 стойбища, провести, безусловно, в дороге много часов, порядка 90 маршрутов и общая протяженность этих маршрутов 17 тысяч километров. Югра занимает большую территорию на карте России, то есть серьезная работа. Только одной комиссии, по-моему, 462-й в Сургутском районе, это самый длинный маршрут, предстоит преодолеть более двух тысяч километров. Ход избирательной кампании в России и ХМАО обсудили на первом заседании экспертного клуба Югры. В него вошли ведущие политологи и общественные деятели Сургута, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга и Москвы. Светлана Стебенькова продолжит тему. Единое мнение экспертов по поводу нынешней политической обстановки в стране в преддверии выборов – все спокойно. Несмотря на небывалую масштабность предстоящего референдума, политологи отмечают относительный штиль на поле борьбы за голоса избирателей. Как говорят специалисты, градус напряжения вполне возможно поднимется за несколько дней до выборов. Однако, по прогнозам, он не будет на грани истерики, как бывало на референдумах преимущественно в 90-е. Связано это и с заметно подросшим во всех смыслах электоратом и с курсом претендентов на депутатские кресла. Прежде всего люди ориентируются на президента и на тот президентский курс, который сегодня идет. То есть это объективная реальность, с которой мы имеем дело. И, исходя из этого, если смотреть на то, как агитируют, как ведут свои компании различные политические партии, то общий-то референд «Мы за курс президента», причем не важно, это «Единая Россия» или какая-то другая. Обсудили эксперты на заседании клуба и основные направления этой выборной кампании. По мнению некоторых специалистов, главный слоган предстоящего референдума – «За легитимность». В подтверждении подписаны большинством партий документы о честных выборах. Напомню, свою визу под декларацией об открытой и честной политической конкуренции поставили «Единая Россия», «Коммунисты России», «Партия Роста» и «Партия Великое Отечество». Эти выборы должны в первую очередь поднять доверие к институту выборов вообще. Как мы помним, прошлые выборы закончились с событиями на Болотной, поэтому сейчас для власти очень важна легитимация результата. Я вам скажу, что эти выборы проходят куда более открытые и честные. Что касается Югры, здесь, говорят эксперты, чуть ли не самая интересная политическая ситуация по сравнению с другими регионами страны. Некого изюма добавляет тот факт, что у нас власть построена по принципу матрешки. Своебразие тюменской матрешки, оно создает какое-то свое особое очарование, своеобразие, по крайней мере, точно. Потому что интересы жителей Югры представлены как в Думе самой Югры, так и в Думе Тюменской области. Это тоже определенный нюанс, который накладывает отпечаток на выборную кампанию. Следующее заседание экспертного клуба Югры состоится уже по итогам выборов. Кроме результатов референдума, эксперты обсудят и развитие медиасообщества в автономии. Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Саргут, Интерновости. Услышать голос каждого. В прошедшие выходные открылся первый в Сургуте единый депутатский центр. На торжественной церемонии побывала и наша съемочная группа. В 27-м микрорайоне города открыли коммуникативную площадку для общения населения и власти. Ее принципиальное отличие от уже существующих общественных приемных в том, что человек может обратиться со своим вопросом или предложением к представителю любого уровня власти – муниципального, регионального или федерального. Я как глава города хочу предложить, здесь я скажу сейчас об этом, в график приема депутатов и их помощников, когда принимают население, я буду подключать специалистов администрации по направлениям. И это позволит быстро комплексу, может быть, сразу как-то решить эти вопросы или поставить план работы нашей администрации. Очень часто мы не знаем, как решить свою проблему из-за недостатка информации. Когда проходят публичные слушания, каковы границы участков многоквартирных домов, кто должен заниматься благоустройством двора или ремонтировать дорогу. Теперь на эти и другие вопросы ответ может получить каждый посетитель депутатского центра. Нужно создать условия для того, чтобы человек не искал путь обращения в ту или инстанцию. Он пришел сюда, ему все подсказали, напоили чаем, разузнали. Я думаю, что это будет эффективно. Специалистов здесь не будет, здесь будут помощники депутатов, будут ввести в реестр дел. Если с одного дома обратились разные люди, мы должны их объединить в одной проблеме, чтобы она быстрее решилась вместе с депутатами. В день открытия в центре уже состоялись первые приемы. Марина Буторина тоже не упустила возможность задать волнующий ее вопрос при личном общении с действующим депутатом Думы города. Я уже обращалась к советнику действующего депутата на открытой площадке Су-12.ру с инициативой отремонтировать один из проездов нашего микрорайона. Очень рада, что сегодня появилась возможность в общественной приемной напрямую пообщаться с депутатом и уточнить, на какой стадии находится рассмотрение моей инициативы. Подобный центр более полугода успешно функционирует в Мегионе. Распространяя положительный опыт, планируют создать такие пункты по всей Югре. Площадка в Сургуте появилась благодаря активной работе советников действующего депутата Рината Айсина. Инициатива открытия единого депутатского центра была предложена моими советниками, советниками действующего депутата в марте этого года на мозговом штурме. Вы уже сейчас, видите, мы его открыли. Многие из них присутствовали сегодня на этом мероприятии, за что им огромное спасибо, потому что своими идеями, своим опытом они помогают и являются основой для дальнейших действий, потому что они молодцы. Двери единого депутатского центра открыты в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Здание располагается по адресу проспект Комсомольский, 38. Это будет доступно для жителей, особенно для пожилой части населения, потому что здесь очень хорошая транспортная развязка, транспортная развязка со всего, посмотрите, со всего города. А это, и помощь будет, я думаю, что помощь будет оказана реальная. Жителям необходимо проявлять активность, работать в связке с депутатами и администрацией, ведь, как говорится, под лежачий камень и вода не течет. Юлия Бабенышева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Система социального предпринимательства Югры лучшая в России. Об этом заявили эксперты региональной бизнес-конференции. За счет чего югорчане достигли такого успеха, выяснил Дмитрий Подлесной. На прошедшей региональной конференции бизнесменов представители федеральных властей обозначили, что социальное предпринимательство Югры лидирует среди всех субъектов страны. Сами бизнесмены говорят, что такого успеха удалось достичь за счет скоординированных действий с властями окружного и муниципального уровня. Было интересно услышать, что в принципе Югра, кроме того, что зарабатывает за счет нефти и газа, еще является лидером в социальном предпринимательстве. Конечно, это все зависит от людей, людей, кто этим занимается, от людей, кто этим двигает. В нашем округе в последнее время очень сильно это развивается. Есть поддержка от всех уровней. Уже сейчас социальные предприниматели активно внедряются в решение государственных задач. Взять хотя бы услуги дошкольных учреждений или дополнительное образование. В ближайшем будущем этот сегмент приобретет новые очертания цельной системы. Многое сделано. Округ является, заявили об этом федеральные эксперты, о том, что мы являемся номер один, задаем тренд. Но надо думать на шаг вперед и уже сейчас вводить концепцию будущего, как будет в будущем развиваться социальные предприниматели. Такое высокое место Югра завоевало по праву. В нашем регионе сейчас выстраивается отдельная система, направленная на результативное развитие социального предпринимательства. Власти всех уровней помогают бизнесменам, как консультативно, так и финансово. В отношении, например, социального предпринимательства мы сейчас создаем целую систему сопровождения такой предпринимательской деятельности, активности. И очень рассчитываем на муниципалитеты. Более того, губернатор Югры Наталья Комарова при встрече с главами муниципалитетов фокусирует внимание на продвижении социальных предпринимателей. Ведь именно бизнесмены могут создать конкурентную среду, за счет которой повысится качество услуг и увеличится их количество. Какой бы маленьким сегментом ни занимал социальное предпринимательство, вы его обозначите. Все, чтобы было понятно, к чему нужно стремиться. А если мы все-таки распишем каждый сегмент, мы поймем, на что нам особое внимание нужно обратить, где точки роста заложены. Где-то больше 50% из всех дотаций, грантов мы даем именно в этом направлении. Привлечение бизнеса к реализации социальных услуг вполне рационально. Из-за демографических изменений предугадать, какой сегмент соцуслуг понадобится вскоре, сложно. Да и строить ситуативно десятки садиков и школ не совсем логично. Намного проще и дешевле привлекать предпринимателей, которые более гибкие и мобильные. Поэтому-то в этом направлении в ближайшем будущем предприимчивые люди получат зеленый свет от представителей власти. Дмитрий Подлесной, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. В окружной столице отметили День работников нефтяной и газовой промышленности. Долгожданным событием стало награждение лауреатов и победителей ежегодного регионального конкурса «Черное золото Югры». Кто праздновал триумф, знает Екатерина Любешева. 36 номинаций по три призовых местах в каждой. Стать победителем в конкурсе профессионального мастерства «Черное золото Югры» престижно даже в масштабах страны. Это торжество по традиции является заключительным в череде мероприятий Каю работников нефтяной и газовой промышленности. Прошлый год стал знаковым для всей отрасли Российской Федерации. Праздновая юбилей основания Дня работников нефтяной и газовой промышленности, в прошлом году мы с вами достигли уровня добычи 534 миллионов тонн добычи в Российской Федерации. Этот год принесет нам дополнительные результаты и дополнительные объемы, дополнительные миллионы тонн нефти. Награды из рук замминистра энергетики России и губернатора округа получили достойные специалисты отрасли. Среди наград почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» и «Отличник разведки недр». День работников нефтяной и газовой промышленности у нас в игре как Новый год. Поэтому есть смысл подвести определенные итоги и договориться о том, что будем делать завтра. А итоги радуют. Этот год начался с того, что в Югре была добыта 11-миллиардная тонна нефти. Различными компаниями открыто и введено в эксплуатацию не меньше семей новых месторождений. В Югре за этот год открыли две скульптурные композиции, посвященные труду нефтяников. Абсолютным победителем конкурса «Черное золото Югры» стало предприятие «Газпромнефть Хантас». Но и «Сургут» без призов не остался. За социально-экономическое партнерство среди предприятий с годовым объемом добычи свыше 5 миллионов тонн нефти становится открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз». Генеральный директор Владимир Леонидович Богданов. Руководитель «Сургутнефтегаза» поднимался в этот вечер на сцену за наградой еще не раз. Компанию отметили в том числе за взаимодействие с коренными малочисленными народами Югры и за эффективность работы с недрами. Ранее Владимир Богданов получил звание Герой труда Российской Федерации. Другой наш земляк, Герой социалистического труда и легендарный буровой мастер Геннадий Левин, выразился об этом факте так. Богданов делает из «Сургута» лучший город Земли. Слова подкреплены делом. В этом году в «Сургуте» открыли крупнейший в России учебный центр по профессиональным компетенциям нефтяников. Построен уникальный дворец искусств. И следующий день нефтяника у нас в городе, скорее всего, будет отмечаться там. Компания давно вышла за пределы «Сургута» и работает в 11 регионах страны. Буквально на днях в Уватском районе Тюменской области появилась НГДУ «Сургутнефть», сотрудники которого будут работать на новом Южно-Нюрымском месторождении. Наглядным примером специалисты показали, что знают, что такое импортозамещение. 90% оборудования на объекте отечественное. А для региона это что? Это новые рабочие места, это занятость, это налоги. И, значит, это дополнительные заказы для промышленности Тюменской области. Если в этот праздник над чем подумать так хорошенько, и, значит, все взвесить, то, что сделали уже, что предстоит сделать. За приращивание запасов, которые превышают уровень добычи, каждый большой начальник в этот праздник поблагодарил свой коллектив. Людской потенциал – самый главный и оберегаемый ресурс. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Борис Шабалдов. «Сургут» интерновости. Две звезды, две светлых повести. У Музея геологии нефти и газа в Хантамансийске открыли новые памятные знаки Григорию Петрову и Владимиру Литвакову. Они дополнили мемориал «Звезды Югры». Здесь же прошла встреча ветеранов нефтегазовой отрасли с вручением юбилейных медалей. Литваков, он был главным геологом при разработке, разбуривании, при эксплуатации Самотлорского месторождения. И Григорий Кузьмич Петров, он был первым буровиком, который поставил, одним из первых буровиков, поставивших буровую на Самотлорском месторождении. Для нефтяников и гостей Хантамансийска Музей природы и человека устроил День открытых дверей. Особенно актуально в профессиональный праздник нефтяников была тематическая экскурсия под названием «Рабочее место буровая». Она знакомит посетителей с историей открытия первых месторождений на территории Югры. Фонд, посвященный нефтяной промышленности, ежегодно пополняется. Кроме того, что они пополняются фондами, мы также пополняем этот фонд воспоминаниями, записями, какими-то личными вещами людей, которые открывали нефтяную промышленность на территории нашего округа. Это была последняя информация. Выпуск завершит прогноз погоды и коммерческая информация. До свидания. Жить в полную силу на высоких скоростях – наш принцип. Отвечать за движение газа каждый день, каждый час, каждую секунду – наша работа. Динамично развиваться, нести тепло в каждый дом – наша задача. Передовые технологии, команда профессионалов – наша гордость. «Газпром Трансгаз Сургут». 40 лет. Формула созидания. Быстро найти любую информацию. Играть с друзьями по сети. Или смотреть фильмы. Метросеть. Интернет, как вам нравится. С 15 августа до 15 сентября «Сипромстрой» снижает цены. Квартира-студия от полутора миллионов рублей. Однокомнатная квартира 49 квадратных метров от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Двухкомнатная 72 квадратных метра. 2 миллиона 820 тысяч рублей. Телефон отдела продаж 600-190. Компания «Сипромстрой». После школы только домой. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Магазин «Сапфир». Мир очарования, созданный талантливыми мастерами Урала. В ассортименте изумительные образцы ювелирного искусства с драгоценными камнями. Коллекция эксклюзивных изделий с московской выставки. Магазин «Сапфир». Улица Сибирская, 15. Если женщина говорит, что не любит шубы, скорее всего, у нее их просто не было. Самое время исправить это. Шубы от 50 тысяч рублей. Дубленки от 9 900. И куртки от 4 900 рублей. Солене коллизионе. То, что действительно нужно. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек. А также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3,2. Телефон 377-877. И о погоде на 7 сентября. Здравствуйте. В студии Алла Шипулина. Генеральный партнер прогноза погоды – компания «Еломет». Артрит, артроз, остеохондроз. Домашние дела стали невыносимыми? Кошмары в прошлом. Алмак-01. Помогает снять боль и воспаление. Алмак-01. Радость движения. Весь сентябрь на Алмак-01 держим летние цены. В сети «Формадом», аптеках «Планета здоровья» и аптека «Отсклада». Алмак. Помощь при остеохондрозе, артрите и артрозе. Создан для здоровья людей. В среду погоду в большей части Западной Сибири обусловит теплый сектор Атлантического циклона, наполненный полями облаков, проливающихся дождями различной интенсивности. При температурном режиме на 3-4 градуса выше своей климатической нормы. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10-15. Утром облачно, дождь. На столбиках термометров 13-16 градусов тепла. Днем также облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Температура плюс 13-18. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима-2017», а также скидки до 50% на летнюю коллекцию. «Саламандр» – обувь на все времена. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать. К вечеру начнет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба. Скидки супер! Выбор класс! Только в «Карапузе» скидки до 50% на школьную форму и рюкзаки. Мама, а как же игрушка? С «Карапузом» хватит на все! «Карапуз»! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания!